В Екатеринбурге состоялась презентация книги о генерале Илье Татищеве. Илья Леонидович добровольно отправился в ссылку вместе с царской семьей и был увид большевиками в Екатеринбурге в 1918 году. Генерал был похоронен на кладбище Новотихинского монастыря. Сестры обители посвятили ему книгу «Генерал-разведчик-мученик». 650 страниц, на которых опубликованы исторические документы, письма и дневники, найденные в том числе и в зарубежных архивах. И, конечно, фотографии людей тех лет. Книга под названием «Генерал-разведчик-мученик» рассказывает о людях ушедшей эпохи. Этот труд уже вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Просвещение через книгу». Читателям издание представили в библиотеке Свердловского областного краеведческого музея. Книги, говорю, 650 страниц, на каждой странице цветные иллюстрации, цветные фотографии, документы и прочее, прочее, прочее. В 1905 году генерал Татищев был назначен представителем царя Николая II при германском императоре Вильгельме II. Современники называли Илью Леонидовича человеком христианской души и кратчайшего характера. Все говорят в одно слово, что о высочайшем моральном облике генерала Татищева, о его великолепных душевных качествах. И даже с Вильгельмом II, который отличался взрывным характером, он 9 лет тут прозвучал, находил общий язык. Генерал Илья Татищев – потомок основателя Екатеринбурга. 300 лет назад представитель древнего знатного рода Василий Никитич Татищев основал город, а 105 лет назад Илья Леонидович Татищев был убит в уральской столице. Он отправился вслед за государем в Екатеринбург, несмотря на предупреждение, что будет арестован. Всю свою жизнь Илья Леонидович Татищев посвятил служению Богу и людям. И везде, где бы он ни оказывался, он старался быть настоящим миротворцем. Книгу об этом человеке можно приобрести в церковных лавках Новотихинского монастыря.